За все время распространения коронавирусной инфекции в Октябрьском районе столицы зарегистрировано около 3000 зараженных COVID-19. 14 из них за последние сутки. Для сдерживания ситуации МТУ совместно с ЦСМ проводят подворовой обход и ведут разъяснительную работу с жителями района. Если сравнить с предыдущими неделями, в среднем у нас варьировалось где-то 25. В ноябре месяце были ежедневные случаи, новые случаи заражения. 25 человек до 30 доходило. На сегодняшний день это количество снизилось. В день у нас сейчас отмечается 14 человек новых случаев заражения. В каждом районе Бишкека работают более пяти мобильных групп. Свердловский район не исключение. Ежедневно здесь мобильные группы совершают около 40 выездов и обслуживают порядка 70 человек. Особо большого роста у нас не наблюдается. Держим под контролем. И на случай, если ухудшение эпидемиологической ситуации, у нас есть резервные дневные стационары на 500 койко-мест, которые мы тоже уже подготовили, зарезервировали. На сегодняшний день более 2500 граждан, проживающих на территории Первомайского района, заразились коронавирусом. Из них 22 новых случая за последние сутки. Как сообщили в Первомайском Акимяте, в настоящее время за лицами, находящимися на домашнем карантине, закреплены сотрудники ЦСМ, участковые и МТУ. Проводятся совместные рейды с участием МТУ, с участием санэпидемстанции, с участием сотрудников Акимята. Рейды по ресторанам, по кафе, по фудкортам, по кинотеатрам, где наблюдают за санитарным состоянием этих зданий, за соблюдением санитарной дистанции, за масочным режимом. Ленинский район побил рекорды среди других районов столицы по количеству заболевших коронавирусом. С марта здесь зафиксировано около 4000 зараженных COVID-19. Только с сентября от коронавируса умерло 20 человек. Летом у нас было тяжелее. В данный момент тоже больные болеют. Тяжелую форму переносят те, которые сейчас в данный момент болеют. Чтобы летний наш пик, чтобы заново не повторялось, я бы граждан хотела бы призвать, чтобы они соблюдали личную гигиену, мытья рук, носили бы постоянно маски. Таким образом мы бы победили этот коронавирус. Говорить о стабильной эпидситуации в Бишкеке медики не спешат. Им остается лишь надеяться на горожан, которые все же возьмут ответственность за свое здоровье в свои руки.